Заявка была решена в течение недели. Как доказательство, прикрепленное к жалобе фотография, мусора действительно больше нет. Жалобу поддержали 13 человек. Это может сделать любой зарегистрированный в системе пользователь, тем самым подчеркнув актуальность проблемы. Эта заявка одна из 28, которые были решены в феврале. Всего же от жителей города и района за прошедший месяц поступило 56 жалоб. Продажа алкоголя. Под таким заголовком в системе Народный контроль оставил свою заявку житель Альметьевска Артур. Автор уверяет, что в одной из торговых точек, расположенных на улице Джалиля, алкоголь продают после 22 часов и даже несовершеннолетним, что противоречит закону. Заявку поддержали 6 человек и уже через 10 дней последовал ответ Госалкогольинспекции. Комиссия в составе представителей государственных надзорных служб провела проверку и факт реализации алкоголя в ночное время не подтвердился. Заявка решена. На фальсификацию даты фасовки товара в магазине жалуются Народный контролер Вадим. Эту заявку поддержали 33 человека. Управление Роспотребнадзора обещает разобраться, а жители в комментариях пишут, что, увы, это обычное явление для магазинов. Заявка находится в статусе запланировано. Но самое большое количество лайков 148 набрала заявка Екатерины под заголовком «Нет детского хирурга в городе». В городе нет детского хирурга. Всех детей, поступающих в приемный покой ЦРБ по части хирургии, отправляют в Лениногорск. При экстренных ситуациях некому оказать квалифицированную помощь. А если счет идет на минуты, тоже ехать в Лениногорск – это как минимум полчаса езды. За этим последовало несколько ответов Минздрава Республики, но пользователей они не удовлетворили. Пока заявка находится в статусе запланировано. Кроме этого, альметьевцы жалуются на отсутствие освещения во дворе, несовершенство электронной очереди в больнице, неправомерную установку дорожных знаков. За каждой заявкой закрепляется ведомство, на которое и ложится ответственность по решению проблемы. Впрочем, если жалоба не в достаточной мере обоснована, ей может быть присвоен статус мотивированный отказ. Таких заявок в альметьевском районе за февраль было всего пять. Десять заявок по итогам месяца остаются в работе.